Ну, про Пикачу на выборах мы сейчас поговорим как раз-таки с одним из авторов этого предложения, депутатом Законодательного Собрания Ленинградской области Владимиром Петровым. Владимир Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, насколько вообще серьезно такое предложение, насколько, вернее, будет осознанным выбор людей, которых вы туда смогли привлечь с помощью покемонов? Ну, вы знаете, просто на тот момент страна сходила с ума по поводу игры Pokemon Go, и было невозможно не воспользоваться поводом, когда Дмитрий Песков заявил о том, что он не допустит нахождение покемонов в Кремле. Я подумал, что покемонам-то зря пропадать, учитывая то, что 18 сентября на носу, и подготовил соответствующее обращение Памфиловой. К сожалению, действительно, цикл не отреагировал, но, как вы правильно совершенно сказали, самое главное, это все-таки создать информационный повод для того, чтобы все-таки обратить сознание грязи на то, что выборы происходят. И, например, мы с вами сейчас этим тоже занимаемся. И абсолютно вы сделали красивую подборку, не сказав, к сожалению, про то, что не только фестивали попадают, к сожалению, или там, слава богу, я посмотрел внимательно, фактически волшебным образом дни деревни, дни района, дни муниципального образования, и даже дни города или какие-то другие мероприятия действительно попадают не только на 18 сентября, а на вот эти выходные, которые прошли 10-11 число. Потому что муниципальное образование или, соответственно, другие территориальные органы как местного самоуправления, так и регионов делают все возможное для того, чтобы повысить явку. — Владимир Александрович, ну вы уже отказались однозначно от этой инициативы? Или самостоятельно пойдете туда этих покемонов будете подбрасывать, чтобы молодежь их ловила? — Возможно, это надо связаться, наверное, по-моему, Nintendo, разработчик этой игры. Но я думаю, что сейчас, когда закончится уже выборный процесс, после выборов, можно будет этим вопросом заняться. Мне кажется, лучше все-таки покемоны, чем проблю пирожки раздавать на избирательных участках. — Ну или водку раздавать, тоже, конечно, покемоны намного интереснее. — Ну все-таки как-то здоровее немножко будет. Что касается лотереи, могу вам сказать, что очень рабочая история, люди любят лотерею, только законом она запрещена во время выборов. Поэтому всем организаторам хотел бы рекомендовать со временем розыгрыша переносить хотя бы на неделю, чтобы не попасть уже под административную или уголовную ответственность. — Ну и все-таки я повторю вам свой вопрос, потому что вы на него не совсем ответили. Насколько будет... Понятно, что мы создаем информационный повод. Понятно, что это интересно, пресса это на ура расхватывает и разносит, как это, в частности, сделали мы. Но насколько осознанным будет выбор человека, который пошел проголосовать только из-за покемонов? Не черкнет ли он крестик рядом с фамилией первого попавшегося кандидата? Насколько действительно осознанным будет это выбор? — Вопрос понятен, я, наверное, пропустил. Дело в том, что проводились социологические исследования. Если человек действительно приходит на избирательный участок, обычно 60-70% читает бюллетень. Сначала выбирают самую известную для себя фамилию, потом после этого уже осознанно посмотрят, смотрят, доверяют или не доверяют. А количество людей, которые просто-напросто ставят крестик, их фактически единицы в виде процентов. Потому что если человек даже случайно запрел на избирательном участке, ему просто лень оформлять документы для того, чтобы эти бюллетени получить. Поэтому если человек пришел проголосовать, он проголосует осознанно. Это доказано всеми социологическими исследованиями. — То есть тут все-таки работает формулировка, что цель оправдывает средства. Неважно как, но нужно заманить людей, а дальше они уже свой гражданский долг... — Не совсем с вами согласен. Я считаю, что это все-таки должно быть, первое, в рамках закона, а второе... — Ну, естественно, в рамках закона, конечно. — Да, второе, переходить грань и уже раздавать пирожки по рублю, которые стоят там 20 рублей. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что в конечном итоге это просто действует морально, разлагает граждан, которые просто после этого не пойдут отдавать свой гражданский долг без, я не знаю, бесплатного пирожка или какой-нибудь очередной лотереи. Я считаю, что это неправильно. Но поднимать все-таки граждан... Вот я, например, когда общаюсь с гражданами, которые говорят, вот мы не пойдем на выборы, наши выборы не учтутся, нам неинтересно и так далее, и так далее. Я говорю очень просто, говорю, друзья, вы поймите одну простую вещь, что если 100% людей придет на выборы и проголосует, то тогда именно вашим голосом, вот если именно вы придете, никто не сможет воспользоваться. Никакой жулик, никакой обманщик, никакой манипулятор и так далее. Если вы не верите, пожалуйста, приходите, отдайте свои голоса, именно вашим не воспользуются. И, как ни странно, многие люди идут на эту аргументацию. Многие просто действительно понимают, что это хорошо и надо, и создание вот этого позитивного настроя в виде праздников, которые проходят на территории фактически всей Российской Федерации, я считаю, что это тоже положительно, потому что люди понимают, что они живут в одной стране, и все-таки настраиваются на не исполнение гражданского долга как своего долга, а именно как внутреннее понимание необходимости этого процесса. Большое вам спасибо. Но все-таки у нас в стране пока недостаточно, вернее, очень размыта формулировка, какие способы привлечения считаются нормальными, а какие нет. Но я думаю, еще перед выборами много различных историй мы с вами услышим. На связи был депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, и мы обсуждали такую инициативу, как заманивать людей на избирательные участки с помощью покемонов.